С Новым Годом, уважаемые зрители, вы снова на канале авторской, на авторском ютуб-канале «Современный разговор» с Расимом Бабаевым, мой сегодняшний гость, мой сегодняшний собеседник, Ильгар Велизаде. Здравствуй, Ильгар, с наступившим тебя Новым Годом и с прошедшим днем. Тебя также, Расим, спасибо большое, что пригласил, первая, тоже в какой-то степени почетная, наверное, миссия, первая передача у нас в этом году, ну, приходится вот, значит, вот с таким почином начинать с тобой, и это очень приятно, спасибо большое. Да, спрашивайте о днем солидарности между днем азербайджанцев мира. Уважаемые зрители, я представляю вашу руководитель Каспийского центра пространственного анализа, политолога Ильгара Велизаде. Ильгар, обычно, когда в Ютубе смотрят вообще, не только в Ютубе передачи об Азербайджане, на первое место, я думаю, что по просмотрам среди зрительских симпатий, это вопрос в ракурсе Азербайджана-армянских отношений, но я бы хотел с тобой поговорить о другом. Об экономических проектов, об экономической, внешнеэкономической политике Азербайджана, как Азербайджан участвует, как реализуются проекты, начнем со срединного коридора. Как ты считаешь, вот сегодня развивается это, вот, например, аналитический центр Турции Анкасам, анкарский центр исследований кризисных ситуаций и политики, вот я сегодня видел. Телеграм-канал, опубликовал статью, в которой отметил, что Азербайджан играет ключевую роль для Европы на пути в Центральную Азию. Пожалуйста, ты очень часто мне говорил, что хотел бы не только, значит, армянский вопрос обсуждать, но и вот то, что я сейчас как бы прошу тебя высказать свое мнение, свои видения на эту ситуацию. Ты знаешь, очень часто мы фокусируемся на темах, которые касаются непосредственно нашего региона и не обращаем внимания на те процессы, которые происходят за пределами и не связываем эти процессы с теми процессами, с теми явлениями, которые происходят в нашем регионе. Здесь какой-то определенный пробел возникает, это упущение, наверное, которое необходимо все время восполнять. И это общий геополитический контекст, который влияет на те процессы, которые происходят в нашем регионе, на наши отношения с соседями, в частности, с Арменией. Вот этот геополитический контекст, геоэкономические процессы, которые происходят в мире, в большей географии, чем в нашей регионе, вот они очень сильно влияют. Но мы упускаем этот процесс, вернее, эти события из виду, как-то недостаточно на них фокусируемся. И почему в конечном итоге наш зритель, читатель, он, наверное, получает такую недостаточную информацию, если не искаженную вообще, о этих процессах, о их влияниях на наши регионы. Поэтому, конечно, спасибо тебе за этот вопрос. Срединный коридор – это, скажем так, условный географический или же геотранспортный проект, вот такой геоэкономический проект. Почему условный? Потому что он вбирает в себя целый ряд конкретных проектов. Вот Каспийский транспортный маршрут. Новый сегодня маршрут появился – это Китай, Кыргызстан, Узбекистан, Туркменистан, Каспийское море, Азербайджан, Грузия, Турция. Еще один маршрут буквально вот на прошлой неделе, вернее, в прошлом месяце сформировался. Это такой маршрут. Его инициация была положена вот во время саммита в Авазе. Туркменистан, Азербайджан, Турция. Это все маршруты, которые являются составными частями вот этого срединного маршрута. Ну, естественно, мейнстримом для срединного маршрута выступает маршрут «Один пояс, один путь» и вот такая срединная часть. Кстати говоря, этот самый маршрут «Один пояс, один путь» также распадается вот примерно на девять рукавов, даже не три. Там обычно говорят северный, центральный, южный. Нет, их больше. И по каждому из этих маршрутов есть своя, скажем, экономика, есть своя, если хочешь, геополитика, политика. И сегодня Азербайджан является, по объективным соображениям, узловым местом, где многие маршруты просто стыкуются, смыкаются между собой. И это нельзя не видеть. В частности, вот эти три маршрута, о которых я говорил, в рамках срединного маршрута, они стыкуются в Азербайджане. И, во-первых, увеличивается геоэкономическая капитализация страны, если так можно выразиться. Почему? Потому что рост интереса к Азербайджану не только среди политических акторов, но и экономических акторов. Это крупные транснациональные компании, которые рассматривают этот наш маршрут в качестве одного из составных звеньев для реализации их, скажем, экономической стратегии. И это, естественно, различные политические круги, не только государства, но отдельные влиятельные политические круги, которые также очень тесно связаны с крупным капиталом, они также заинтересованы в реализации этих проектов. И все это вместе повышает роль и значение Азербайджана в нашей географии, в нашем регионе. Здесь происходит, скажем так, соединение различных маршрутов и срединного маршрута в рамках направления восток-запад и вот такого маршрута, как север-юг и юг-запад. Вот такой еще маршрут есть. И все эти маршруты, они сходятся вот в нашей географии. Конечно, речь идет не в том, чтобы, скажем, быть государством или же площадкой, где эти маршруты сходятся. Важно, чтобы эти маршруты выполняли определенную роль с точки зрения наших государственных интересов. Потому что, ну скажем, одно дело просто пропускать какие-то грузы через свою территорию, а другое дело, ну скажем, формировать какие-то направления, логистические направления, формировать какие-то тренды, экономические тренды в регионе. Вот здесь это сверхзадача для Азербайджана, и Азербайджан с ней справляется. Почему? Потому что честно взаимодействует со всеми этими крупными интересантами, игроками. Европейский Союз, страны Южной Азии, страны Центральной Азии, Дальнего Востока, Ближнего Востока, Россия и страны, скажем, Персидского залива, которые в последнее время проявляют все больше интерес к нашей географии, к Азербайджану, к Каспийскому региону. И вот поэтому для Азербайджана сегодня главное, чтобы вот этот самый экономический ресурс трансформировать в политический ресурс, в ресурс влияния на, скажем, в хорошем смысле этого слова, на своих партнеров, соседей, дружественных государств, и таким образом становиться устойчивым каким-то звеном в нашем регионе, геополитическим звеном, вот с этой ролью мы достаточно успешно справляемся. Это говорят последние события, события последнего, скажем, года даже. Вот ты посмотришь, в течение этого года, 2002 года, этот самый срединый маршрут, вот в рамках этого срединого маршрута сформировалось два геополитических таких формата. Это Казахстан, Азербайджан, Турция, Узбекистан, Азербайджан, Турция, где Азербайджан играет ключевую роль. Кроме того, такая роль связующего звена между Турцией и странами Центральной Азии. В декабре был еще один саммит Туркменистана, Азербайджан, Турция. Также важный проект, который геополитический или же экономический проект, который сегодня очень востребован. Но в рамках этого транспортного коридора, срединного транспортного коридора, формируются не только, скажем, грузопотоки, но еще и энергетические проекты. Мы, наверное, о них поговорим. Но вот энергетический, вот этот зеленый коридор, который был инициирован тоже в конце прошлого года, тоже является, если хочешь, составной частью этого самого срединного маршрута. Тоже здесь важную роль играет Азербайджан, потому что является страной, которая будет поставлять вот эту самую зеленую энергию в страны Евросоюза. И вот в такой ситуации, конечно, для этих интересантов они разные страны. Важно, чтобы свои их интересы в этом регионе присутствовали на долгосрочной основе. И поэтому они заинтересованы строить отношения с Азербайджаном вот именно на долгосрочной основе, чтобы эти отношения, скажем так, не подвергались каким-то определенным рискам, внешним рискам и носили устойчивый характер. Вот примерно вот все, что можно в общих чертах, конечно, сказать об этом. Я уже не говорю там рост товарооборота, рост товарообмена. Объективно количество, скажем, перевозимых грузов выросло по этому маршруту в 3-6 раз по разным оценкам. Ну, это уже само о себе говорит, конечно. Да, Эльгар, значит, 17 декабря в Бухаресте был подписан меморандум о прокладке электрического кабеля, как ты отметил, для поставок зеленой электроэнергии между Азербайджаном и Румынией, Венгрией и Грузией. А 1 января уже информация о том, что Румыния начала закупать азербайджанский газ. И вообще, с началом, значит, войны в Украине очень активизировалась, значит, международная жизнь, международная повестка. Но этим все чаще встречаются в различных форматах различные государства. И ШОС было, и саммит тюркского мира был, и Евросоюз заключил с Азербайджаном соглашение, меморандум об увеличении поставок газа. То есть, вот этот маршрут, который шел через Россию, далее восточную Европу, он оказался как бы под ударом. И, естественно, когда страны выбирают новый маршрут, одним из составных частей которого является Азербайджан, вклад, значит, в финансирование и тогда и вложение инвестиций подразумевает, что это будет устойчивая, значит, зона, где проекты не будут подвергаться военной угрозе или еще что-то такое. Вот с этой точки зрения, вот, еще, я извиняюсь, что вопрос такой расширенный получился. Президент Азербайджана встречался и сам совершал визит, и в наши страны совершаются. Это Киргизия, Узбекистан, Казахстан, Таджикистан ожидается, Туркменистан. Вот это все взаимосвязь. Как вот можно характеризовать, подвести к тому, что вот Зангизурский коридор, он нужен или не нужен для этого, с какой точки, до какой уровня вот необходимый. Потому что Азербайджан вроде как через Баку-Тбилиси Джейхан, Баку-Тбилиси Эрзурум и КАРС свои проекты реализует. А вот освобождение территорий от оккупации уже открыло новые перспективы. Вот я понимаю, что очень широкий вопрос. Я понял тебя. Подвести это вот к этому заинтересованности этих самых государств, в том числе и в Зангизурском коридоре. Ну вот посмотри, если смотреть чисто логистически, то вот эти маршруты, которые проходят из стран Центральной Азии, то есть в направлении восток-запад и в обратном направлении, они проходят через две основные, скажем, два основных транспортных элемента, что ли. Это железная дорога Баку-Тбилиси-КАРС и порт Алят. Возникает такая, скажем так, ситуация, когда эти вот и порт Алята, и Баку-Тбилиси-КАРС, ну скажем, испытывают серьезную нагрузку, большую нагрузку, потому что безальтернативные, единственные, скажем, транспортные артери, которые соединяют вот все эти маршруты воедино. Это разные маршруты, мы говорили с тобой, да, и транскаспийские транспортные маршруты, и маршрут, который связывает там Китай через Узбекистан, Туркменистан с нашей страной, и маршруты, собственно, Туркменистан, Азербайджан, Турция, и другие маршруты, они разные и по характеру груза, и по, значит, объему грузоперевозок, и все они направляются в этот самый порт Алят, а оттуда по железной дороге Баку-Тбилиси-Карс. Вот если в самое ближайшее время, мы в этом не сомневаемся, будет запущен еще Зангизурский коридор, то этим, значит, грузопотоки будут перераспределяться в разные направления, то есть таким образом произойдет диверсификация и оптимизация транспортных потоков в нашем регионе. Почему оптимизация? Потому что Баку-Тбилиси-Карс – это дорога, которая выходит на Восточную Анатолию, дальше она идет по Центральной Турции, ее ответвление через Грузию, они выходят на Черноморские порты. А вот Зангизурский коридор – это совершенно другое направление, это направление Ближний Восток, это направление, значит, Средиземноморские порты Турции. Это совершенно, это, если хочешь, если вот эта дорога будет, она будет стыковаться с железнодорожной сетью Турции, она через нее будет выходить на Ирак, Иракское направление, и дальше на Персидский залив. То есть это совершенно другой маршрут, и здесь важно, чтобы при задействовании этого маршрута, скажем, был задействован и потенциал связи между странами Ближнего Востока с вот этими указанными нами государствами Центральная Азия, Россия, там, другими интересантами. Поэтому Зангизурский коридор, он по большому счету, если, скажем, несколько, скажем, выйти за рамки чисто наших интересов, да, естественно, это прежде всего для нас, это связь западных регионов Азербайджана с Нахчеванской автономной республикой Азербайджана, это связь Турции с Азербайджаном, это Турция через Азербайджан со странами Центральной Азии, но там есть еще другие интересанты. Это больший проект, чем нам кажется. Почему мы в начале разговора говорили о том, что нужно обращать внимание на большие географии, на большие грузопотоки, которые сегодня в регионе формируются. И здесь Зангизурский коридор является очень важным элементом логистических цепей, которые сейчас формируются в регионе, которые будут играть очень важную роль в будущем нашего региона и больших регионов. И здесь важно, чтобы все вот эти визиты и интерес различных участников к этому маршруту объясняется тем, что они понимают, что если они будут использовать этот маршрут, они получат выходы на новые для себя, на новые, они с этими рынками взаимодействуют, но на более выгодных условиях, на более выгодных, скажем, транспортно-логистических условиях они будут взаимодействовать с этими рынками. Ну вот представь, условно, какая-то определенная продукция из, скажем, Саудовской Аравии, погруженная там через систему железных дорог, она выходит на Ирак, Саудовская Аравия тесно связана очень плотно с системой коммуникации с Ираком, она выходит на Ирак, через Ирак выходит на Турцию, а дальше через Турцию по Зангизурскому коридору вот эти самые товары, продукции, она будет поставляться и в Азербайджан, и выходить на страны Центральной Азии. То есть это многофункциональный проект, мы говорим о каком-то таком, скажем, очень максимальном приближении, говорим о Зангизурском коридоре, всегда говорим, там вот это Азербайджан, одна часть Азербайджана, другая. Да, это основной аспект для нас, но для других интересантов это все-таки и большие возможности, большие перспективы. Поэтому я думаю, что когда наш президент говорит о том, что он уверен, что этот Зангизурский коридор в ближайшее время будет действовать, он имеет в виду, наверное, и вот эту самую общую геополитику, интересы внешних игроков. И вот мы здесь, в этом вопросе, конечно, стимулируем их интересы. В различных вот этих, в рамках различных визитов, в рамках различных форумов, саммитов, мы постоянно поднимаем тему Зангизурского коридора, привлекая внимание участников, вот этих внешних участников, к его потенциалу и Европейского Союза, и стран, значит, Ближнего Востока, и других участников. И таким образом, вот, скажем, и их интерес, более влиятельных, более серьезных игроков, будет стимулировать дополнительно развитие этой транспортной артерии. Очень важно. Ну, еще нужно сказать о том, что, конечно, эта артерия, она, вот ее функционирование, в серьезной степени изменит политический климат нашего региона. Потому что вот эти различные участники, как ты правильно сказал, будут заинтересованы в том, чтобы в этом регионе ситуация была развивалась в прогнозируемом русле, чтобы их интересы были, значит, ну, скажем, обеспечены к должной степени. Ну, достаточно вспомнить, что, скажем, крупные транснациональные компании, которые занимаются разработкой нефтегазовых месторожений на шельфе Каспийского моря, естественно, заинтересованы в том, чтобы здесь была стабильность, чтобы здесь не было войны, чтобы здесь не было каких-то эксцессов, которые в любом случае могли бы негативно отразиться на их интересах в регионе. Вот то же самое будет с Зангизурским коридором. Зангизурский коридор также будет выполнять роль, скажем, стабилизатора, если хочешь, региональных политических процессов также. Ильгар, ты, в принципе, обрисовываешь картину так позитивно, что многие очень заинтересованы в том, чтобы эти новые маршруты действовали, в том числе и Зангизурский. Ну, вот мы видим, что Армения продолжает как бы противостоять этому. В чем эта причина? Насколько этот коридор может быть полезен? В том числе, по-моему, между, значит, обвинениями в сторону России раздались в Армении по этому вопросу, в том числе. Ты знаешь, вот недавно секретарь Совета безопасности Армении, Армен Григорен, выступил с заявлением, таким громким заявлением. Он сказал о том, что Россия давит на Армению с тем, чтобы она все-таки открыла этот Зангизурский коридор, и это вот осуществляет такое давление. Почему России вообще это нужно? Ну, ты помнишь, и в твоей передаче, в твоих передачах различные люди высказывали такое, скажем так, опасение, что Россия не заинтересована в том, что этот коридор действовал. Да, вот различные версии такие были, что Россия не заинтересована в Зангизурском коридоре. Я все время говорил о том, что Россия в этом коридоре больше всех, наверное, заинтересована. Почему? Потому что на фоне, когда ее дороги на восток, на запад, вернее, в европейском направлении фактически заблокированы, Зангизурский коридор – это выход России вот на эти самые регионы, где у нее есть интерес. Восточное Средиземноморье, Ближний Восток. Зангизурский коридор – это самое короткое транспортное плечо для России для выхода в этот регион. Но, посмотри, мы часто же еще ориентируемся на армянские средства массовой информации, на телеграм-каналы, которые, ну, скажем, с подачи их политических руководителей выдавали информацию, что вот в этом вопросе Россия с нами. Ну, видимо, это делалось с конъюнктурных соображений, с тем, чтобы как бы задобрить Россию, что Россия выступает как бы с тех же позиций, что и Ереван, но и такой резкий поворот в конце года. Григорян признается, ну, как бы его откровение о том, что, ну, Россия на Армению давит, еще не только в этом вопросе, и в целом ряд других вопросов. И мы, значит, видим реальную ситуацию, такой, как она есть. Естественно, Россия в этом заинтересована. Почему? Потому что Россия, у России есть активы в Армении, которые там фактически, ну, частью бездействуют или частью не функционируют в должной степени, потому что страна находится в блокаде. Россия нужна деблокада Армении для того, чтобы, ну, скажем так, разблокировать свои активы в этой стране, чтобы они там действовали. В частности, Южно-Кавказская железная дорога. Есть такие планы по, скажем, реформированию, вернее, переоборудованию этой дороги, переоснащению. И эти планы, по-моему, включают и модернизацию подвижного состава, и, скажем так, интенсификацию грузоперевозок. И здесь в каком направлении грузоперевозки Южно-Кавказские железные дороги могут реализовывать в достаточной степени эффективно. Естественно, только если эти перевозки будут задействованы на таких важных для них маршрутах, в частности, связывающих Турцию с Россией. Сегодня очень большой грузопоток идет из Турции в Россию и в обратном направлении. И чтобы быть бенефициаром вот этого грузопотока, естественно, российская сторона заинтересована в том, чтобы дорога разблокировалась. Азербайджан заинтересован, само собой, Турция заинтересована, Армения не заинтересована. Причем Армения что хочет? Армения хочет выторговать для себя благоприятные преференциальные условия. Но ты понимаешь, в условиях, когда более влиятельные игроки и преследуют свои интересы в этом регионе, они дают понять Армению, что ее интересы могут быть вплетены в интересы более крупных игроков. Армения не в том положении, чтобы диктовать свои условия. И что происходит на самом деле? Пашиньян, нынешнее руководство Армении, пытается заигрывать с внешними силами, в частности с Францией и другими политическими кругами, возможно, в Евросоюзе. Они пытаются их найти. Которые усматривают в этой идее, скажем так, обход Турции, санкции против России, обход России с антироссийских санкций через Зенгизурский коридор. Армянская сторона, пытаясь фактически получать какие-то геополитические дивиденды, спекулирует на этой теме, и пытается, скажем, создать представление у своих западных партнеров, что вот Турция и Россия таким образом хотят обходить санкции, действуют это, делают это и пытаются сделать через Зенгизурский коридор, и вот мы не должны этого допускать. Вот примерно в такую игру пытается сегодня играть Армения. Не потому, что она не хочет, честно говоря, вот этот Зенгизурский коридор, она хотела бы его, но с тем условием, чтобы она диктовала правила вот в рамках реализации этих грузопотоков, часть которых будет проходить по ее территории. А ей говорят, ты знаешь, поезд давно ушел, условный поезд, и не тебе сегодня выдвигать условия. Вот и реакция Григоряна на вот эту реальную ситуацию. Почему поезд ушел? Потому, что в свое время это армяне подписали договор с Южно-Кавказской железной, вернее, с РЖД, на, скажем, передачу в длительную аренду армянских железных дорог этой компании. Теперь это фактически российские железные дороги, не армянские железные дороги. А в соответствии с трехсторонним заявлением, это российские пограничники, а не армянские пограничники должны охранять эту дорогу. И подписался под этим Пашинян. И армяне дают понять, что это все, что ты могла сделать, ты уже сделала. И сейчас торговать с нами абсолютно неправильно. Ну, это их проблемы. Это вообще системные проблемы армянской политики. Они все, как бы, яйца в одну кордину в свое время сложили. Теперь они пытаются, увидят, что интересы этих игроков, в частности России, поменялись. Они теперь пытаются переиграть ситуацию. И вот в результате, к сожалению, тормозят, ну, временно тормозят реализацию этого проекта. Это временный, значит, такой тормоз, что ли, препятствие. Почему? Потому что, ну, на фоне больших интересов, больших игроков, вот долго они этим заниматься не смогут. Спасибо большое, Эльгар. Спасибо. Интересные ответы, за интересный анализ, за то, что принял приглашение, несмотря на то, что сейчас еще идут празднования нового года, люди доедают оливье, салаты. Тем не менее, ты нашел время для того, чтобы принять участие на авторском YouTube-канале, в эфире «Современный разговор» с Асимом Бабаевым. Уважаемый зритель. Тебе спасибо, Расим. Спасибо тебе и всего самого хорошего в новом году, чтобы число твоих пользователей увеличивалось. Я рекомендую, подписывайтесь на этот интересный канал. Это наш канал. Ну, надо смотреть свои программы. Это не потому, что я про себя говорю. Я очень много интересных гостей ты приглашаешь. Всегда интересно тебя слушать. Спасибо большое. Я надеюсь, что мы еще встретимся неоднократно в этом году. Уважаемые зрители, я вам еще раз представляю моего собеседника, руководитель Каспийского центра пространственного анализа, политолог Ильгар Влизаде. Всего доброго. До новых встреч.